Сегодня мы займемся такой задачкой, она в каком-то смысле компенсирует тот пробел, который у нас был на лекциях. То есть мы на лекции без вывода написали формулу для ширины распада ортопозитрония, а сейчас давайте попробуем эту формулу вывести. Ну и заодно в рамках нашей такой большой темы элементарных процессов квантовой электродинамики мы получим нерелятивистское сечение Е+, Е- в три фотона. Сейчас наша задача будет такая, задача глобальная на сегодняшний семинар. Это найти ширину распада ортопозитрония. Напоминаю, что ортопозитрония это состояние, у которого спин равен единице. Единицы и мы знаем, что основная мода распада ортопозитрония это куда? Ортопозитрония распадается во что? Ортопозитрония. В тригамма, конечно, тригамма. Поэтому первое, что мы с вами сделаем, это найдем неполяризованное сечение, неполяризованное сечение, он поларайст, да, неполяризованное сечение Е+, Е- в тригамма. А потом, исходя из известного нам уже способа связывать сечение Е+, Е- в минус конечные состояния и позитронии в то же самое конечное состояние, мы найдем сечение, мы найдем ширину распада ортопозитрония. То есть сейчас находим вот такую ширину. Это основная мода. Роман, почему на два фотона ортопозитрония не распадается? Почему? По С-четности, да? С-четностью у фотона минус единичка, значит у ортопозитрония С-четность отрицательная. Правильно? Поэтому он может распадаться только на нечетное число фотонов, на три, на пять, на семь и так далее. На два не может распадаться. Кроме того, распад на два фотона, он еще запрещен так называемой теоремой Ландау, которая гласит то, что у вас два фотона, они не могут, два реальных фотона, они не могут находиться в состоянии с полным моментом единицы. Есть такая еще дополнительная, дополнительный запрет, да, на то, чтобы ортопозитрония распадалась в два фотона. Теорема Ландау мы с вами докажем после этой задачки, совсем просто доказывается. Итак, давайте мы с вами рассмотрим нейрелятивистскую систему, Е+, Е-, электрон с позитроном. Это, допустим, у нас будет позитрон, это электрон, здесь будет по минус, по минус, по плюс. Вот, и они у нас, пусть, распадаются на три фотона. У нас имеются, имеются вот такие диаграммы. Сергей, сколько таких диаграмм всего такого типа у нас будет для данного процесса? Шесть. Столько, сколько перестановок фотонов, один, два, три, правильно? То есть плюс все перестановки, плюс перестановки. Вот. Ну, то, что у нас с вами будет не релятивизм, нас существенно упростит выражение для сечения. Вот давайте посмотрим, как. Я сейчас начну, а кто-нибудь из вас продолжит. Посмотрим первую главную диаграмму. Вот все остальные мы из нее получим. Здесь у нас течет импульс K1 минус P+. Да, здесь течет импульс P- минус К3. Вот и записываем в соответствии с правилами Феймана вклад первой диаграммы. Я ее обозначу 1, 2, 3. 1, 2, 3. Что у нас здесь есть? В каждой вершине стоит по минус E. И у нас три вершины, три раза, да? Три раза. Дальше записываем, как обычно, двигаемся против фермионной стрелки. Будет 2 с чертой от P+. Да? Вот в этой вершине у нас стоит вектор поляризации. Вектор поляризации конечного фотона K1, свернутый с гамма-матрицей, да? Из вершины. То есть будет стоять E1 со шляпой, со звездочкой. Дальше пошел пропагатор. И K1 минус P+, плюс N. Пропагатор. Потом пошла вот эта вершина, да? Здесь будет вектор поляризации второго фотона, свернутый с гамма-матрицей и с вершины. То есть E2 со шляпой. Пропагатор электроны еще один. И P минус минус K3 плюс N поделить на P минус минус K3 в квадрате. Да? Минус M в квадрате. Плюс и ноль не пишу, да? И последняя вершина, то есть вектор поляризации третьего фотона, свернутый с гамма-матрицей с вершины. И U от P минус. Вот P минус. Вот такая у нас амплитуда. Значит, мы сразу с вами предполагаем нерелятивизм. То есть у нас V от P плюс. Это есть приблизительно E плюс M. Это будет две массы, да? И выживает какая компонента в нерелятивизме? Врата, какая? Верхняя, нижняя? А? Если V, то нижняя. Нижняя, молодец. Нижняя. То есть здесь есть хи ноль, да? Соответственно, U от P минус, это корень 2M, выживает верхняя компонента, правильно? В нейрелятивизмском приближении. Хи ноль, да? Дальше P плюс мы считаем покоящимся. То есть мы будем везде считать наш электрон с позитронами покоящимся. Там, где это не вызовет каких-то сингулярностей. Там, где не возникнет единица на бета электрона или позитрона в знаменателе. Да, как обычно мы с вами делаем. То есть е плюс-минус мы можем до поры до времени считать вот таким четырехвектором, правильно? Ну, исходя из этого, можно упростить наше выражение, да? Наше выражение. Давайте его немножко упростим. Давайте к дожке кто-нибудь идите. Давайте, Евгений, уйдите. Давайте явно через... Ну, здесь можно раскрыть сразу, правильно? То есть у нас здесь выживет только нулевая компонента четырехвектора К1, правильно? Когда мы все это с вами сделаем, раскроем здесь скобки. А в числителе просто давайте распишем через гамма-матрицы, прямо что такое P-плюс со шляпой. И еще давайте сразу сделаем следующее. Выберем калибровку для фотонов. Для фотонов выберем обычную кулоновскую калибровку. То есть будем считать, что четырехвектор ЕМИУ у него нулевая компонента, да? И какая-то пространственная компонента Е. Для всех трех фотонов. Альфа равно 1, 2, 3, да? То есть у нас кулоновская калибровка, что ЕАНАЛЬФА равно нулю. Альфа – это номер нашего фотона. 1, 2, 3, да? Да, В пока оставляем. Е11 пока это оставляем. А здесь давайте распишем прямо через гамма-матрицы, что такое P со шляпой. Здесь P-плюс со шляпой и P-минус со шляпой. Мы что хотим сделать? Мы сейчас избавимся от вот этого P-плюс-плюс-М с помощью уравнения Дирака. А мы переставим тоже не через эту гамма-матрицу? Да, да, да. Да, то есть нам надо переставить вот эту матрицу налево, да, через Е1, а вот эту матрицу направо. Вот как раз именно для этого я и выбираю такую калибровку, где нулевой компоненты нет у вектора поляризации, да? А, ну, тогда мы можем сразу, ну, то есть минус сразу поставить. Ну, можете отдельно просто вот здесь вот это расписать. Вот есть такая комбинация V с чертой, E1 со шляпой, минус P-плюс, плюс M. Вот отдельно ее напишите. То есть V с чертой. E1 со звездочкой, E1, да. K1 пока не пишем. Да. Так, у нас здесь разные гамма-матрицы стоят. Здесь такой, только есть гамма-вектор, здесь гамма-маль только есть. Да, здесь есть только гамма-ноль, правильно? Поскольку у нас плей не релятивистский вот такой, да? А здесь есть только векторные гамма-матрицы, поэтому эти две матрицы, они антикоммутируют между собой, правильно? Антикоммутируют. Во. То есть мы можем ее переставить налево, да? И тогда получим... Это уравнение Дирека, да? На свободный спиннер, равно нулю, да? Аналогично вот эта комбинация P- плюс масса, да? Она содержит только матрицу гамма-ноль, единичную матрицу, да? Я ее переставляю через E3, она действует на правый спиннерровод P- и получается ноль, да? Следовательно, выживут у нас только с K, да? Давайте все буквы I сразу тоже соберем, все множители, чтобы не переписывать по 10 раз. У нас минус I в кубе, раз, и два, и, да? Да, и минус I, да? Так, отличие получается здесь. Угу. Так, ну а K1? К1 пока давайте напишем со шляпой, как есть. Есть K1. Знаменатель какой будет? Здесь получается K2 на P- плюс. Да, K1 на P- плюс, это что такое? И с минусом. С минусом, правильно. А, ну, масса на P- минус. У нас K1, ну, K альфты, фотон, у него есть частота альфты, да? И вектор альфты. Давайте еще мы ввели вот такой N, да? Вот N альфа, N альфа вектор, это есть K альфа поделить на частоту, да? Ну, на Омега-1, да, совершенно верно. Ага. Дальше. Значит, отсюда у нас выжило там K1, Е2 пошло, ага. Отсюда K3. Со знаком минус оно. Минус, да? Угу, и с двоечкой еще тоже, да? Угу. Е3 со шляпой, ага, окей. Вот по минусу. Вот, отлично. Угу. Давайте, сейчас что мы будем делать? Сейчас мы будем явно прямо вот эти матрицы с вами перемножать, да? Вот такой вопрос спрашивается. Вот мы прямо с вами найдем, как выглядит вот эта матрица. Ну, коэффициенты наружу уберем, да? Вот спрашивается, какой матричный элемент вот этой матрицы нам нужен? Если у меня спинор В с чертой, это что такое будет? Он пропорционален 0 минус хи, правильно? Крест. Здесь будет стоять наша матрица с какими-то блоками, да? А справа стоит спинор У, то есть фи 0, да? Мы расскажем, что у нас как матрица 1, как внутри эти, да? У нас первые идиничные элементы желают. Ну, гамма-матрица. Нет, у нас здесь, почему у нас здесь есть единичная? Нет, здесь вообще все разные матрицы. Здесь много матриц. У вас в К и все компоненты, правильно? Та, которая переставляет. Ну, вертоли. Ну, правильно. Но вот просто с точки зрения математики, какой матричный элемент нам нужно считать? Вот этот, правильно? Только вот этот элемент, верно? Потому что только он и даст нам вклад. Все остальные нам не нужно считать, да? Ну, давайте это и сделаем. То есть, последовательно с вами посчитаем эти матрицы, да? Вот. Давайте здесь вот, чтобы место себе вводить, сотрем. И для начала посчитаем матрицу вот эту. Е1. Е1 со звездочкой на К1 со шляпой. Е1 со звездочкой на К1 со шляпой. Прямо явно рисуйте, как выглядит матрица Е1 со звездочкой. Да, это получается. Да, нулевая компонента 0. Нет, у вас еще с вектором поляризации вы сворачиваетесь. Не, не, вы его не выносите, вы его прямо сюда лучше рисуете. Ну, потом их перемножать будем все. А у нас К1 получается гамма 0 на... Ну, прямо Омега 1, значит, у нас единичная матрица гамма 0 будет умножаться на... На Омегу 1, да? То есть, получится, что Омега 1 минус Омега 1, да? Омега 1. Здесь то же самое, да. Омега 1 сразу можно вынести, да? Давайте я вот сюда вот ее напишу. Здесь место немножко есть. Омега 1. Если Омега 1 я вынес, то здесь N1 останется. N1. А мы их не выкинули. Вот до этого Женя же писал, что мы их перетащили налево, воспользовавшись уравнением Дирака, и они просто занулились, да? Но при этом мы использовали, что у нас не релятивизм, да? Что вот P имеет вот такой вот. Так, вот. Вопрос, правильно Женя написал? Нигде не ошибся? Да? Знаки все правильно? У вас, когда вы пишете, что такое Е со шляпой, Е со шляпой, это что такое? Это из Е мю на гамма мю. Ко вариантности надо соблюдать. У вас это будет, поскольку у нас нулевой компонент, нет, то это будет минус на гамма-вектор, правильно? То есть здесь, здесь вот так будет, и здесь тоже так же. То есть здесь минус есть, здесь минус есть, а здесь минуса нет, правильно? Из кавариантности, мы кавариантности же должны соблюдать, у нас метрика Минковского. Ну все, аккуратно перемножаем эти две матрицы. Строка на столбец, как обычно. Знаки все аккуратно пишем. У нас вектор n1, правильно? n1 у нас вектор. У мега-1 частота, вектор n1. Здесь вот плюс у нас, да? Е1 тоже, поляризация е1. Здесь тоже, что-то, е1. Строка на столбец, е1. Отлично. Давайте где-нибудь в уголку напишем, что такое сигма е1, свернутая сигма n1. Чему это равно, если алгебру гамма-матриц применить? Сигма и на сигма ж, это что такое у нас будет? Два дельта и ж, правильно? Плюс и е1 и жк без двух дельта и ж. Я два сказал? Я говорил, что смутил вас. Дельта и ж плюс и е1 и жк сигма к, правильно? То есть будет такое произведение. А здесь что будет? Е1 и ж. А если все это в вариантной форме записать, то это что такое будет? Напишите, равно, равно. Это чему равно? Это равно нулю. У нас калибровка выбрана так, что е на n равно нулю. То есть это ноль, а это? Ну, это будет, да, правильно. Ну, только напишите, е вектор на n на сигма скалярно. Е вектор на n, е1 вектор на n, и этот вектор умножаем скалярно на сигма. Ну, давайте для удобства у нас вот такие комбинации будут возникать. Введем, как в книжке там было, дельта альфа, такой вектор дельта альфа. Дельта альфа по определению это есть n альфа на еpsilon альфа. n альфа на еpsilon альфа. Вот такой вектор. Введем. Какой смысл этого вектора? Это тоже вектор поляризации, правильно? Это просто повернутый вектор поляризации e альфа, верно? Вот у меня есть направление n, я вычисляю это векторное призрение, просто исходный вектор поляризации поворачиваю на 90 градусов. Согласны? То есть, это тоже некий вектор поляризации по смыслу. Вот просто, чтобы не таскать за собой все эти паровозики, будем так кратко переписывать. Тогда у нас вот это все, ну, можете, да, пишите тогда вот это, чем равно сразу. Омега-1. Здесь как раз вот знак минус, нам их поменяет местами, сделает и дельта-1, да? Дельта-1 вектор наносигма. Здесь сигма e1, как тоже как раньше. Ну, вот с какого-то момента Евгений перестал писать комплексное сопряжение над e. Ну, и давайте не будем его и дальше писать, потому что мы слишком много звездочек будем писать, и боюсь, что это мело израсхода немного. Короче, вот это комплексное сопряжение не пишем сейчас. Просто для краткости. В дальнейшем его не пишем. Оно нам здесь нигде не существенно. Да, отлично. Это мы нашли вот эту матрицу. Вот эту матрицу. Что можно сказать про матрицу К3 на Е3? Это что-то будет с минусом. Ага, ну вот сразу ее здесь и напишите. К3 на Е3, на ε3, да? Равно, сразу ответ пишем. То есть будет минус омега-3, да? А здесь такая же матрица. Знак минус, понятно почему? В раздат. Почему? Мы протащили сначала К3 через Е3, правильно? Проантикоммутировали. Они антикоммутируют, поскольку скалярное произведение К3 на Е3 равно нулю, да? Они антикоммутируют. Мы проантикоммутировали и воспользовались просто вот этой же формулой. Эту матрицу мы уже вычислили. Понятно? Ну, может, сигма-матрицы переставлять, но тогда нужно сначала эту матрицу умножать на эту матрицу. Но я говорю, что результат будет просто общий знак минус. И это сразу очевидно, потому что К3 и Е3 антикоммутируют. Окей. Давайте найдем Е1 на К1 и Е2. Где-нибудь отдельный вы пишите. Е1, Е1 на К1 и на Е2. Прямо для Е1, К1 пишем результат и подставляем Е2. Чем равно. Да. Это наше Е1 на К1. Вот оно записано. И Е2 тоже пишем сразу, как оно выглядит. Нет, Е2 нет никакого Омега. А, мы сейчас. Да, вот такое уже Е2 пишем. Минус не забываем, да, вот этот исковариантности. Из того, что здесь вот минус. Угу. А здесь 0, да, нулевая компонента, Е2 равно 0. Все, находим это произведение. Также перемножаем. Омега-1 там наружу торчит. Порядок соблюдаем. Это матрица первая у нас. Да, там Си. Угу. Сигма-эпсилон-1. Сигма-эпсилон-2, да. Сигма-эпсилон-2, да. Угу. И последняя. О, отлично. Угу. Это мы нашли с вами Е1, К1, Е2, да. Ну, вот и давайте вот прямо сюда, вот где мы с вами. А, здесь неудобно перемножать будет, да. Перемножать неудобно. Вот здесь вот я сотру тогда. Напишем прямо, чему наша матрица равна. Значит, у нас какая матрица? Это Е1, стоит К1, что там, Е2, Е2, К3, К3, Е3. Вот это мы нашли, это вы нашли. Вот пишем, чему это равно. И нам нужен только, как мы уже с вами сказали, только вот этот матричный элемент. Правильно? Поэтому мы... Можем взять просто умножить. Угу. То есть мы берем здесь какую... Здесь берем какую строку? Добавляем только нижнюю строку. Да, только нижнюю строку, а здесь берем первый столбец. Совершенно верно. Вот аккуратно перемножаем все знаки за собой тоже. А мы сразу только нижнюю строку? Нам подальше было нарисовать здесь вот что-то, здесь вот что-то, да. А что здесь мы сейчас напишем, да. Давайте я еще, чтобы мне с тобой было... Вот здесь вот так вот подальше сделаю. Вот наша матрица, да. У нее 4 матричных элемента. 1, 2, 3, 4, да. Нам нужен только левый нижний матричный элемент. У нас есть омега-1, есть омега-3 со знаком минус, да. Может, минус с тем сразу. Давайте. Берем вот эту строку, да, эту строку, но вот этот столбец. И на И дает минус, да. Сигма на Эпсилон 2. На вот этот столбец, да. И снова минус, да. Да здесь все Эпсилоны, да. Эпсилон 1, Эпсилон 2, Эпсилон 3. Правильно делаем? Нигде не ошиблись. Кто заметит ошибку, будет молодец. Если она есть. Не-не-не. Это мы только один матричный элемент нашли. Их у нас 4, да, здесь. Вот. Вот мы нашли один матричный элемент. Вот такой вот он, да. Вот такой матричный элемент. Ну, давайте теперь писать выражение для амплитуды, которую мы получили. Вот здесь все понятно? Внизу стереть можно? Следите, да, за тем, что происходит. Когда мы здесь вот все стираем сейчас. Здесь все стираем. И пишем прямо, чему равен наш матричный элемент. Давайте на букву И сократим, чтобы она у нас не болталась. Здесь И сокращу, здесь И сокращу. Здесь И уберу, да. Что? Я на И поделил просто везде. Везде поделил на И. Везде на И поделил, да. Вот здесь вот есть И. Да, я на этой И убрал, чтобы она не болталась. Уже, кажется, пожалел, что убрал. Так, а что я стер? А, я ответ стер. Ну, я молодец. Я молодец. Ага, и это тоже. Ну, мы помним все, да? Мы все помним. Так, мы все помним. Пишем, чему равен M123. Да? M123. Ну, так пишите, чтобы помнить. Значит, здесь у нас стоит минус хи крест. Минус из того, что здесь гамма 0 еще стояла. Правильно? Вы с чертой. Здесь у нас сразу пишем матрицу, которая у нас получалась. Ну, опять строка на столбец, да. Это мы уже поняли. Минус, а там 3Е. Это вот сейчас, извините, написал из V кусок, да? Из всего числителя с учетом знака минус, да? Дальше фи есть. Это что такое фи? Ну, вы их нигде не писали или писали? Здесь не писали, поэтому здесь не загромождайте, да. Давайте все коэффициенты посмотрим. У нас есть, смотрите, здесь минус Е в кубе. Так его и пишите, просто перепишите. Минус Е в кубе. Минус Е в кубе. Дальше перед вот этой у нас стояло омега 1 и омега 3, правильно? Перед вот этим маточным элементом. Омега 1, омега 3. И он сократился с вот этим омега 1, омега 3. Сократился, да? Эти изыменатели осталось что? 4 массы в квадрате, да? Это еще не все. Когда мы с вами спиноры писали, там по корню из 2m от каждого спинора, да? Вот от одного спинора был корень из 2m на 0 минус хи крест, и здесь тоже был корень из 2m, да? Поэтому еще на 2m еще умножьте. Минус, вот мы его с минусом взяли, да? Мы его с минусом взяли, но вот здесь вот еще тоже минус есть, да? Тоже минус есть. Начисление. Давайте все минусы уберем, они пусть перепишут. А мы отсюда уберем, здесь делаем плюс. Ага, вот такое выражение получилось. Да. Это M123, мы посчитали, матричный элемент. Вот еще раз внимательно на него посмотрите и подумайте, у вас так получилось? Нигде мы не ошиблись? Они в знаменателе были, да? Вот эти здесь две массы, здесь две массы, и еще от каждого спинора по корню из 2m, да, они тоже сократились, осталось 2m, да? Ну, вроде правильно все с вами сделали. Давайте я вот здесь вот все сотру. Оно вроде как нам уже не нужно. Сотру. И еще раз перепишем, чему равен полный наш матричный элемент. M, M. Значит, полный наш матричный элемент, это есть что такое? Это есть сумма шести вот таких вот матричных элементов, да? Давайте я их еще раз как кратко напишем. То есть это будет минус E в кубе на 2m, правильно? Хи крест. А здесь вот эти матрицы стоят. А здесь что мы, пока я переписываю, вы думайте, что, какой следующий шаг? Как нам это упростить? Ну, стандартным образом. Что мы с этими матрицами должны делать? Пока я здесь переписываю. Это первое слагаемое. И у нас есть... Переставить? Если мы не перестаем сигнал, тогда получится, 1, 2, 3. Вот, глядите, наш полный матричный элемент, это есть вот такая штука, да? Верно я ее переписал? Да? И плюс все перестановки. Плюс все перестановки. То есть вот эта, как минимум, она симметрична по 1, 2, 3. Вот это выражение. Правильно? Когда вы все перестановки возьмете. Давайте... У вас здесь стоит 3 сигма-матрицы. Правильно? Но стандартная процедура. Мы в дальнейшем уже будем возводить это по модулю в квадрате. Так давайте представим это, разложим эту матрицу по сигма-матрицам. То есть вот эту штуку разложим по сигма-матрицам. То есть напишем, что это есть A плюс B на сигма. Да? Чтобы потом удобно в квадрат было возводить. Тогда A чему равно? Пишем. Только не просто след, да? А? Фи вот. А я здесь... Ага, спасибо. Одна вторая следа, да? Одна вторая. От следа. От следа. Окей. След 3 сигма-матриц. Чему равен? 3 сигма-и, сигма-жи, сигма-к. Это что такое? Презь возьмем... Здесь пишем как единичный, да? Тогда будет 0. А вот этих... И трейс от этого. Трейс вам... Трейс сигма-к, сигма-эс, это есть... 2 дельта-эс-к, да? Значит, в результате у нас что получится? Какой ответ? 2, и эпсилон, ижи-к, и что еще? Буква И еще есть у нас. И. В алгебре сигма-матриц у нас дельта-эжи плюс и эпсилон-эжи-к, да? Ага. Вот такая штука. Правильно? То есть как взять след, мы с вами знаем. Ну, давайте напишите это. То есть это равно... Двойка сократится, то есть будет И. Равно, просто равно. Равно. И, эпсилон-эжи-к, да? Получается смешанное. Не, да, просто наружу его напишите пока. Эпсилон-эжи-к. А здесь останется дельта-1 дельта-1 и Т вверху и пишите индекс, чтобы не путаться. Дельта-1 и Т. Пишем. Ага. В трехмерии по вариантности можно не соблюдать, как известно, у нас портогональная система координат, ноугольная. Жи, ага. Дельта-3 К. Есть такое слагаемое. Угу. Дальше. Эпсилон-1, Эпсилон-2, Эпсилон-3. Также и Жи-к. И Жи-к. Нет, санскобка не закрывается. Плюс... Плюс... Плюс перестановки, да? Плюс еще пять пять таких пар с переставленными слагаемыми. Чему это равно все? Ну, тут можно переставлять. Полностью. А здесь смеет. М? Нулю. Правильно? Ну, вот вы продолжите свою мысль. Можно переставлять, и что? Вот среди этих перестановок, да, какие есть? Вот, например, берем первый член. Вот среди этих перестановок есть такой же член, где два поменено на три. Правильно? Два поменено на три. И, следовательно, вместе с этим членом вот это первое слагаемое, оно является симметричным тензором по И и К. Правильно? А симметричный тензор, свернутый с антисимметричным, дает ноль. Да? Дает ноль. Здесь та же самая история. Правильно? Вот вместе с перестановками у вас вот этот объект, он является полностью симметричным тензором. Полностью симметричный, сепсилон свернутый, дает ноль. Все это равно нулю? Равняется нулю? Отлично. Как B найти? Да, это есть одна, вторая, трейс, сигма на многоточие. Давайте сначала посчитаем, как выглядит ответ, а потом уже подставим. То есть у нас возникает задача вычисления трейса четырех матриц. Ну давайте его где-нибудь отдельно напишем. То есть у нас вот такая формула сигма, здесь сигма A, сигма B, сигма C. Вот такое вот нужно посчитать. Ну просто последовательно. Куда? Одну, да на другую. Заодно эти формулы вам с четырьмя сигма матрицами, они вам там в заданиях ваших тоже понадобятся, совсем простые, но можете их сразу куда-нибудь написать себе на корочку в тетради. Ответ мы на самом деле знаем. То есть сигма матрицы, мы же знаем, что они у нас чем-то похожи на матрицы Дирака, а для трейса четырех дираковских матриц мы знаем результат. Продолжение следует. Продолжение следует. В векторной форме все это гораздо удобнее было писать. Ну ладно, как пишите, так пишите. Хорошо, помните, только ответ правильно получите. Я пока место освобожу для результата здесь равно. Я пока место освобожу для результата здесь равно. Продолжение следует. Поехали. Получение следует. Сейчас я пока место освобожено. ATIONS. Поехали. 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 Продолжение следует... 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 Давайте его немножко упростим, здесь уж явно что-нибудь упрощается. Вот давайте за... Вот видно, что с перестановками есть. Вот такой вектор присутствует, если мы переставим один и два, они должны сократиться. Да, совершенно верно. Давайте, вот их здесь три, два из них сократятся, правильно? Вот этот оставим, просто как некий базовый такой, базовую структуру. А вот это и вот это, оно у вас сократится, правильно? И когда вы возьмете члены отсюда с переставленными два и три. То есть из перестановки берете такую перестановку, где два и три переставлены местами, единичка на месте. Тогда вот эти слагами мы, они сократятся, правильно? Очевидно это? То есть они сократятся, да? Да, то есть осталась у нас вот такая структура, да? Давайте здесь уже ничего особо не сделаешь, но их можно привести к более-менее единообразному виду, да? Можно, смотрите, вот если мы вот эту структуру берем за базовую, то можно вот эту к ней привести. Ну, вот среди перестановок у меня есть такая, которая двоечку переводит в единицу, да? Единицу, единицу в двоечку, тройку на месте оставляет. Правильно? Поэтому вместо этого слагаемого я могу писать вот это слагаемое. Эпсилон-1, дельта-2, дельта-3, правильно? Ну вот. А если я вот эту вот структуру беру за базовую, то вот эту дельта-3 я могу точно так же взять перестановку, где 3 переходит в единичку, чтобы общий коэффициент был, да? Я хочу просто общий коэффициент выделить. Дальше двойка переходит в тройку, а единичка переходит в тройку. Да, в двойку. Еще я написал. В двойку. В двойку. Единичка в двойку. Нет, просто мы же приставили 3 и 1. Нет. Все я правильно написал. 1, 3 переходит в 1. Двойка в двойку. Сейчас, секунду. Ну, то есть у нас 1 и 3 взяли, а здесь учитаем. Нет, а чем так плохо? Нет, ничего, ничего. Вроде ничем не плохо. Так тоже можно. Так тоже можно. Давайте напишем, что получится в результате. Вот сюда вот пишите. Равно. Скобочку. Здесь еще сигма-матрица стоит. Сигма-матрица. Сигма-матрица. Ну, давайте начнем с Е1. Значит, у нас есть Е1. Да? Е1. И открываем скобку. Первое слагаемое. Это скалярное произведение Е2 и Е3. А второе, вот это, да? С перестановленными. 2 перешло в единичку, единичка в двойку, тройка в тройку. Знак только аккуратно. Мы взяли вот это слагаемое с переставленными слагаемыми, с переставленными номерами. То есть минус. Там просто дельта и дельта стоит с оставшимися индексами. 2 и 3. Да. Вот так. Скобка закрылась от того, что перед Е1. Теперь смотрим, что перед дельта 1. Плюс дельта 1. Понятно, да, что мы сделали? Мы просто к минимальному числу векторов свели, чтобы их было 2, да? Не 4, как здесь. Используя перестановки, мы свели к минимальному числу векторов. Здесь осталось Е2 дельта 3 со знаком плюс, наверное. Е2 дельта 3, это вы уже вот этот взяли, правильно? И у вас вот этот член. Он тоже со знаком плюс идет. Ну я же знаю плюс. Где плюс? Это минус. А, это минус. Так, смешите. Здесь будет Е3 дельта 2, да? Е3 дельта 2, да. Скобка закрылась. Ага. Скобка квадратная закрылась. И фи. И фи. Что? Вот здесь вот? Ну еще раз, глядите. Мы взяли вот это слагаемое. Сейчас я их подчеркну двумя чертами. И вот это слагаемое. Но вот в этом слагаемом мы произвели перестановку. Да? Оно же со знаком плюс шло? Да. А вот эти, это было вот это и вот это с перестановкой. Там знак минус был, да? Поэтому все. Коэффициент. Какой коэффициент? Здесь еще плюс перестановки надо написать. А. Какой коэффициент? Не, ну я думал, что мы перестановки... А вот сейчас мы подумаем, что нам эти перестановки дают. Перестановки нам дают точно такие же слагаемые. Вот 6 штук, да? Их будет все вместе. Но теперь мы смотрим внимательно на вот эту вот структуру. Вот эту вот структуру. Вот эту. Я даже ее обозначу так. В, 1, 2, 3. Да? Такой вектор. И замечаем следующее. По... Можно сказать о его симметриях что-нибудь? Да, по индексу 2 и 3 он симметричен. Это будет перестановка с 2 и 3. Что? То есть, если перестановка, то есть перестановка с 2 и 3. Да. То есть у нас, глядите, у нас вот эта структура, которую мы написали, она по 2 и 3 симметрична. Да? А здесь вот у нас есть все перестановки, все возможные перестановки. Ну еще тут спинорфи где-то болтается. Да? Следовательно, можно это как переписать? Среди всех этих перестановок есть перестановки 2 и 3, да? И они вам сразу дадут двоечку вперед, да? Ну, поэтому мы все удваиваем. Прямо пишите, чему это будет равно. То есть будет минус e в кубе на m. И крест, сигма. А здесь, да, просто так вот, v1, 2, 3. v1, 2, 3, да? Значит, есть такое слагаемое, какое еще? Не-не-не, все напишите, все пишите. v1, 2, 3 есть какое еще? v2, 1, 3 есть такое слагаемое. И с первой тройкой, да. А остальные неважно, каком писать. Они симметричные, правильно? И на хи. На хи, да. Все, вот мы все вклады написали. Все вклады написали, правильно? Ну вот. Отлично. Ну и что теперь будем делать? Сейчас будем возводить этот матричный элемент по модулю в квадрате. Значит, мы что сейчас делаем? Возводим матричный элемент по модулю в квадрате. По модулю в квадрате. И суммируем по, точнее, усредняем по всем поляризациям начальных частиц, да? И суммируем по всем поляризациям конечных частиц. Что у нас получится? А, значит, как обычно, если мы по модулю в квадрате это возводим, получается след, да? Получается след. А хи на хи крест у нас во что переходит при усреднении? Единственное, кси. Ну, минус кси на сигма, но у нас не поляризованный случай. То есть мы по поляризациям усредняем позитронов и электронов. То есть просто в одну-вторую, да, перейдет. Фи на хи крест тоже перейдет после суммирования по поляризациям электронов, тоже перейдет в одну-вторую. Трейс сигма-матрица дает вам общую двойку. Правильно? То есть, соответственно, будет вот этот вектор по модулю в квадрате. Давайте аккуратно все коэффициенты напишем. Напишите, одна-вторая умножить на вторую, чтобы не запутаться. У нас есть одна-вторая от позитронов, одна-вторая от электронов, а здесь есть двойка, да, от, ну, хорошо, е в шестой делить на м в квадрате, м в квадрате, двойка от следа сигма-и сигма-жи, когда вы в квадрат возведете эту штуку, у вас возникнет след двух сигма-матриц, правильно? Это есть... Нет, вот вы ее написали. Вы же ее написали только что. А мы говорим, что мы рассредняем. Вы по начальному средняете, а по конечным фотонам вы суммируете. То есть у вас идет сумма по конечным лямбда 1, лямбда 2, лямбда 3, правильно? То есть сумма по трем поляризациям конечных фотонов, да, и вот эта скобка по модулю в квадрате, да. Нет, давайте ее сразу писать, чему она равна. Прямо будем ее писать. Обратите внимание, что вот этот вектор, вот этот вектор из суммы трех v, он комплексный, да. То есть вот эти v, они комплексные, у вас поляризации могут быть комплексными, правильно? Вот возводим эту штуку по модулю в квадрате. Что будет? То есть умножаем на такую же сопряженную. Просто пишем, да. То есть будет v, что там, v1, 2, 3, 1, 2, 3 по модулю в квадрате. Да сразу ответ пишите. Дальше вот эти члены. Вот я внизу напишу специально комплексно-сопряженную. 2, 1, 3, v3, 1, 2. Комплексно-сопряженная, комплексно-сопряженная, да. А перекрестные члены вам вот этот с вот этим что дадут? Когда вы это на это, плюс это на это. Это будет удвоенное что? Не просто двоечка. Здесь разные же ли? Да удвоенная реальная часть. То есть две реальных части. Две реальных части. v, 1, 2, 3 умножить на v, 2, 1, 3 со звездочкой. Да. Плюс все, что осталось. Осталось что? v, 2, 1, 3 по модулю в квадрате. Да? А, вы их так написали. Ну хорошо, ладно, окей. Тогда вот еще две таких реальные части пишите, да. Две реальные части. Так, и еще. Отлично. Понятно, что у нас задача достаточно симметричная, правильно? Поэтому нам с вами на самом деле достаточно будет посчитать вот этот квадрат матричного элемента и вот эту реальную часть. Правильно? А все остальные квадраты матричных элементов и остальные реальные части, они получатся из подчеркнутых путем циклической перестановки 1, 2 и 3. Правильно? Согласны? То есть достаточно только вот эти две штуки посчитать. Только эти две штуки считаем. То есть нам достаточно только вот эти два слагаемых посчитать, правильно? И все. Остальные мы получим циклической перестановкой. Если индекс 1, 2, 3 по циклу переставляю, получаю все эти слагаемые. Вот давайте это где-нибудь и сделаем. Вот нам сейчас понадобится доска. Поэтому здесь давайте зафиксируем, какой коэффициент у нас получился. И все это сотрем. Давайте себе место освободим. Вы пока все стирайте. Вообще все стирайте. Так, то есть у нас есть V1, 2, 3, которая есть что такое? Это есть E1 умножить на E2, E3 минус Δ2, Δ3, да? Плюс Δ1 умножить на E2, Δ3 плюс E3, Δ2. Это наше V, да? Дальше квадрат нашего матричного элемента, просуммированный и усредненный, получился какой? Значит коэффициент у нас здесь 1 вторая в знаменателе, правильно? То есть будет 1 вторая на E6 на... Все стирайте, все можно стирать. М квадрате, сумма по λ1, это тоже можно стирать. Я переписал это. Переписал. Здесь плюс переписал правильно, здесь минус переписал правильно. А здесь получилась вот такая штука. V1, 2, 3 по модулю в квадрате плюс 2 реальные части V1, 2, 3, V2, 1, 3 со звездочкой. Плюс циклические перестановки. Циклические перестановки. Вот. Это квадрат нашего матричного элемента такой, да? Вот сейчас мы с вами отдельно посчитаем эту штуку, отдельно посчитаем эту штуку. Где 1 четвертая? Вот вы ждали до того момента, пока я все не стер, и сказали, что 1 четвертая. Там была 1 вторая умножить на 1 вторую и умножить на двойку еще. Двойка еще была, правильно? И следа сигмаматрис была еще двойка. Согласны? Да. Окей, считаем, что такое сумма, вот эту сумму. Сумма по лямбда 1, лямбда 2, лямбда 3, V1, 2, 3 умножить на V1, 2, 3 со звездочкой. Ну вот, ничего не поделать, придется переписать V и V1 со звездочкой. А пока Женя переписывает, давайте... А как мы получим 2, 1, 3? А? В циклической перестановке. Как мы получим что? 2, 1, 3. 2, 1, 3. Вот, глядите, из вот этой штуки мы циклической перестановки получим V2, 3, 1, правильно? Но мы помним, что у нас V по индексу 3, 1 симметричен. То есть это есть то же самое, что V2, 1, 3. Вот так мы его и получим. И у нас здесь остались только циклические перестановки. Не все перестановки, а только циклические, правильно? Потому что мы уже двойку учли. Давайте введем, пока Гений переписывает, краткие обозначения такие. Вот у меня пусть есть Eα, ИТ, Eα, ЖТ, где α – это номер фотона, 1, 2, 3, комплексно сопряженная. Сумма по поляризациям этого фотона. И вот эту штуку, мы знаем, чему это равно. Это есть Δ и Ж минус Nα и Nα, Ж. Да? Сумма по поляризации. Мы ее обозначим Pα и Ж для краткости. Для краткости. Значит, поскольку я сказал, что наша Δ – это есть та же самая поляризация, только повернутая на 90 градусов. Соответственно, сумма от Δ будет ровно та же самая. То есть, сумма по поляризациям от нашей Δ на Δ – это будет тоже Pα и Ж. Напоминаю, что Δ – это есть векторное произведение Nα на εα. А дальше, переписали, да? То есть, теперь нам нужно будет провести суммирование, вот эту сумму тоже, сюда неплохо было бы написать, суммирование по поляризациям. Вот я на этой доске пишу формулу суммирования по поляризациям, которая нам сейчас понадобится, да? Вот у нас возникает вот такая комбинация, да? εα на εα сопряженным. Вот эта штука, она сопряженная, написали, молодец. Мы ее кратко обозначим Pα. И это же самое Pα – это есть Δ на Δ, да? Потому что это тоже вектор поляризации, только повернутый на 90 градусов. Вот. Дальше у нас есть еще вот такая комбинация. Сумма… А? Он перекрестный. Да, перекрестный. Когда в одном случае у меня есть ε, а в другом случае у меня есть Δ. Δ, α, сопряженный. Чему это равно? Напишите просто явно, чему это равно. Мы с вами взяли вектор, а другой все равно. У нас Δ – это есть что такое? Это есть векторное произведение n α, векторное на εα, вжитое, да? Пишем, что это такое будет. В индексах расписываем и проводим суммирование популяризации. Эпсилон, Ж, К, Л, Е, Л со звездочкой. Альфа еще там где-то. Да, вверху пишите индексы, чтобы на разном уровне все индексы… Нет, но α был внизу. Здесь к вариантности, еще раз говорю, когда вы смотрите ортогональную систему координат Декартова, вам вот эти к вариантности вообще не важны, про них можно не помнить. Отлично. Ну, суммируем n α тоже. Здесь стоит α, Ж, К, Л, да. Здесь стоит α, Ж, К, Л, да. Дельта у нас был же n вектор на ε или ε на n? n ε. n ε, значит правильно написали. Какое слагаемое выживает за эти суммы? Это симметричный тензор, да, ε антисимметричный тензор, поэтому только первое слагаемое. Да? То есть, что остается? Ну, получается… Да, на одном индексе, на одном уровне, пишите все индексы. Ж, К, Л… Интересно, у вас здесь был индекс и Ж, а здесь возникло какое-то К, Л… А, нет, это Ж… А, сейчас… А, сейчас… Здесь… Сейчас, сейчас, сейчас… Я сижу, а это И… Вот где индекс и у вас, я что-то не понял. Вот индекс и Л… То есть, Л у вас стало индексом и… Если было ε… Эпсилон И… Должен быть первый, второй, и… Эпсилон… Потом… Л… С этим все разговаривалось… Вот так вот… Потом мы когда говорим, что здесь это Л, это стало И… Да… Это стало И… А это Ж… А это Ж… А это Ж… Да… Получилось вот такое выражение… Эта сумма… Это есть ε… И… Ж… К… Да… Это тензор по индексам И… И… Ж… Он какой? Антисиметричный… Давайте его обозначим… А Альфа ИЖ, антисиметричный… Где на первом месте И… Вот здесь напишу… А А А Accept… prim wyd … Первый индекс – это индекс ε… А второй индекс – это индекс дельта… Да… Это антисиметричный тензор… А этот Tenn… Это симметричный… Да… Альфа Жи… То есть это симметричный тензор, это антисиметричный тензор… Вот… Ну вот сейчас мы будем это раскрывать всё аккуратненько… и переписывать все через наши термины сначала первым первым шагом просто скаля скалярное произведение раскроют у меня есть е дельта здесь есть е дельта здесь раскрываем что остается до скалярное произведение 1 на дельта 1 это 0 правильно потому что дельта это есть векторное произведение n1 на 1 вот значит что остается и 1 на 1 скалярное произведение равно единицы до поэтому по поляризациям по поляризациям лямбда 1 можно сразу просуммировать здесь надо писать 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 правильно теперь просто переписывать здесь будет сумма по лямбда 2 и лямбда 3 да а сумма по лямбда 1 вам что дала вот вы и один скаке к какой-то поляризации можно и один с той же поляризации да то есть общую двойку общую двойку чё пишите а значит будет эта скобка окей да правильно знак минус только между ними дам это слагаем умножается на такое же слагаемое на да дельта 1 мы представляем себе как такой же повернутый вектор поляризации в нем ничего нового нету по сравнению с е1 с эпсилон один плюс а окей на такую же скобку до все да давайте эти скалярные произведения которого здесь стоят их в индексах напишем я я напишу индекс и и и и и здесь же вы вы тоже там пишите же же да то есть тоже и и да отлично а теперь просто проводим суммирование на суммирование вот просто по члена перемножаем на перемножаю это с этим и у меня смотрите что стоит 2 е 2 и на едва же я заменяю это на pp2 и же через вот эти п давайте запишем все так быстрее просто получится если сначала через вот эти значки записать а потом уже свернуть сейчас аккуратно раскрываем скобки и суммируем популяризации например когда я умножаю эту скобку на эту скобку что получается будет p2 p2 и же умножить на p3 и же правильно p2 внизу индекс это второй фотон да с индексом и же правильно когда по поляризации просуммировал осталось вот эта штука на p3 и же на это перемножил вот эти теперь когда это умножаю на это что получается е 2 умножить на дельта 2 а 2 и же да это будет а 2 со знаком минус да то есть будет минус да а 2 и же на первом месте знак на первом эпсилон на втором дельта вы до умножить едва на нет здесь же е3 есть еще и 3 на дельта 3 это чё такое это тоже а тоже а и же да написали вот это на это написали теперь это на этом что нам даст то же самое или в точности то же самое или или то же самое со знаком минусы есть рави это разные вещи вот это мы взяли получается было с минусом да вот это тоже с минусом будет то есть то самое нужно переставить знак в этих 7 да но вы здесь тоже возникает 2 а да но каждый из них антисимметрично по индексу и же поэтому вклад будет такой же да правильно то есть можем вот вклад от вот этого слагаемого от вот этого до перемножения будет такой же как от этого на это написали осталось это на это дельта с дельтой нам к нам что дает какую какой значок я снова п да и он снова какой он снова вот такой но доставим двоечку отлично суд этой скобкой разобрались с этой точно также давайте самостоятельно без подсказки да окей с этим а 2 и же на а3 с какими индексы здесь аккуратнее на первом месте индекс напишите просто в индексах сначала потом поставите же и до же и это с этим а 3 и же но пишите на 3 а 3 же а 3 и же на и же до на а 2 же и окей и последнее одинаковое то же самое да как как и здесь а это с этим получается то же самое что вот здесь вот можно двоечку поставить . поставить и здесь можно тоже эти два слагаемых одинаковые правильно за счет антисимметрии и же поэтому здесь стираем все квадратную скобку закрываем приводим подобные это 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 да общая восьмерка будет 8 по и же по 2 и же нападу на по 3 и же а эти слагаемые то есть они одинаковые да и только значит знак там и же да вот так вот все упростилось правильно так упростилось а теперь уже можем явный вид подставить но откуда сюда подставляйте наверх вот по 2 это у нас все такое то вот такое выражение да так явно его и пишем чуть чуть повыше пишите чтобы вот эту вот эту скобку сейчас пишем за расписываем чему она равна следите что мы делаем или уже все в нирване видите здесь два здесь три да окей и вот этот этот у нас эпсилон до его нужно тоже написать вот вот его явный вид н2к нет так не нужно писать вы их не складываете умножаете здесь это я думаю у нас все в определении эти есть можно то стереть сюда запомнили да эпсилон с эпсилон дельта с дельта дает п до эпсилон с дельта дает а сворачиваем явно дельта на дельта чулой к а вместе но вы скобки раскрываете или что и или вот или вот это сворачиваете ну чем скобки раскрываете последовательно это на это дельта на дельта чему равно но след след тройка тройка этого это минус единица минус единицы и снова плюс двойку а не двойка не плюс двойка плюс до плюс скалярное произведение в квадрате n2 на n3 все в квадрате да дальше здесь у вас эпсилон и жк эпсилон и жс по двум индексам свернуты эпсилон чему равен роман вот такой эпсилон с таким эпсилон свернуты это что такое это будет дельта с к правильно говорите только с каким коэффициентом с двойкой с двойкой да правильно этот эпсилон с этим эпсилоном то есть два дельта к с правильно то есть у вас будет минус два скалярных произведения н2 на н3 да и чему это все равно если упростить теперь единица минус н2 и 3 все в квадрате но совершенно верно вот мы с вами посчитали посчитали вот эту вот эту сумму вот эту первую сумму посчитали давайте я вот сюда ее напишу посчитали что там восьмерка на 1 минус н2 н3 скалярное произведение все в квадрате посчитали да теперь вот это будем считать ничего не поделать надо снова его переписывать все не надо стирать вот у вас одно уже написано вот второе стирайте да а ну можете да можете индексы прямо менять то есть у вас здесь стоит вместо единички двойки а по этим двум он симметричен поэтому можно не заботиться вместо единичку везде двойку пишем ну соответственно здесь вместо двойки единичку сейчас мы пишем вот эти две реальные части да какой вклад будет для начала просто просуммируем популяризациям в 1 2 3 на в 2 1 3 так еще раз внимательно смотрим правильно все переписали 1 3 3 1 да здесь 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 окей здесь 2 да хорошо да внизу все стираем ну ладно надо перемножить до перемножить надо ну как как есть так есть и 1 на едва на да сразу в индекс пишите только разные индексы индексы нужно не 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 они разные должны быть вы потом суммируете так это что такое откуда ты взял вот эта скобка умножить на вот эту скобку вот у вас есть е1 на едва и две такие квадратные скобки давай пока просто напишите так так вот скобками как они есть все здесь какой-то к индекс другой к к 1 3 было это 2 на такой два три такая есть такой слагаемая есть дальше 1 1 1 1 1 1 мы можем попасть а можем и не попасть как есть так и пишем то есть е1 и дельта 2 нет ага и окей множить на скобка то скобка то это скобка с индексами живет до 2 скобка с индексами к и это дельта у нас такая дельта 1 на дельта да старайтесь чтобы у вас вы влезли в эту доску чтобы нам вместо было побольше чуть чуть повыше чуть а вы проверяете что пишет чтобы все правильно было дельта 1 на и псилон 2 так вот мне сейчас а мне нравится то есть мы взяли вот эту вот эту со знаком плюс у вас идет 23 до 32 а вот это со знаком минус идет 1313 да и последнее слагаемо дельта с дельтой до это у нас с индексами и первая скобка с индексами ж едва дельта 2 едва дельта 3 плюс я 3 дельта 2 да здесь плюсом окей хорошо теперь давайте так как покомпактнее старайтесь старайтесь писать вот сейчас аккуратно раскрываем каждую из этих четырех больших скобок раз два три четыре на самом деле две только надо рассмотреть первую раскрываем на и заменяем по нашим нашим правилам что у вас есть слагаемое это с этим из вот этим что такое будет ну да вот это вам дает п это вам дает п это вам дает п это вам дает так сейчас вот эта двойка это откуда двойка и здесь нет это вот и здесь нет но от лям до 1 то у нас лям до 1 здесь есть а двойки теперь нет никакой правильно а здесь же по стирал да да и и просто мы не стерли здесь сумма по лям до 1 лям до 2 и лям до 3 по всем трем дойдет вот пишем аккуратно что получится п до дальше по 2 здесь тоже и и где два у нас здесь вот он да и p3 p3 жека окей написали следующая слагаемое это с этим по первым да по первым будет а и к 1 2 у нас кто п и жека да а жека отлично это мы написали слог вот это слагаемое теперь какое вот это с вот этим да со знаком минусом а кстати было кстати вот это слагаемое она тоже была со знаком минус п будет да п и к по второму по-третьему окажет а 3 кожи до кожи совершенно верно так окей и последнее со знаком плюс да то есть мы сейчас проводим суммирование популяризациям да с помощью наших вот этих значков почему значках удобнее потому что мы сейчас увидим что в них все будет сокращаться до свертки по индексом и жека до 2 и жи по третьему до p3 жека окей да теперь следующее смотрим следующему переходим следующий скобки вот этой на п1 и к да а 2 жи на 2 жи и по третьему а 3 жидко окей это с этим да на 2 жи тоже что здесь да и по третьему это по и у нас до 2 епсилонта п до есть такое слагаемое дальше со знаком минус первое да и все это снова п по третьему снова п п жи к да по первому знак между ними почему минус а минус за минус минус согласен а и к а и к по и жи окей по третьему нет сейчас а кожу да о третье 4 рассмотрели пока первые две скобки да давайте посмотрим плюс плюс остальные две на два вот этих больших блока надо тоже так скобку раскрыть до раскрытия скобок давайте поглядим может что-то упрощается здесь вот видно что первое сокращается с чем первое сокращается с предпоследним правильно здесь п 1 и к п 2 и жи да п 2 и жи п 3 жи к то есть оно просто сокращается это одинаково сокращаю их сокращается с вот этим вот такое слагаемое есть а 1 по 2 а 3 1 по 2 а 3 вот она да вот здесь вот индекс и к тоже сокращается да пользуясь антисимметрией во второй позиции у а да тоже сокращается да давайте сократим так зачеркнули следующее слагаемое смотрим да да есть да тоже такое же правильно давайте их тоже сократим стою два раза переставляю переставили и жи а здесь к за же переставили то здесь мы должны два раза переставить и жи переставить да и каждый переставить тогда они тогда они сокращаются мы помним что у нас антисимметричен до сократилась и вот это осталось тоже сократилась она вообще в точность а нет она не в точности такое же здесь от переставили знак минус появился да вот мы его так сократим да так сократили все но на самом деле не трудно видеть что от третьего и четвертого блоков у вас все слагаемые тоже будут сокращаться. Точно так же в этих значках можете их написать и точно так же убедиться в том, что это будет ноль. Равно нулю. Равно нулю. То есть это упражнение очень простое. Вы его можете дома проделать, но не ради того, чтобы 8 слагаемых выписать, а потом сократить. Подумайте над тем, благодаря какой симметрии по индексам вообще произошло зануление вот этого произведения. Мы с вами сейчас смотрели, напоминаю, мы сейчас с вами смотрели, что V123 на V231, правильно? Мы вот такую штуку с вами смотрели и увидели, ну, точнее, половину увидели, что это есть просто ноль. Сумма по поляризациям равна нулю. Равна нулю. Равна нулю. На самом деле, не считая, можно было это сразу сказать, вот подумайте дома, из каких соображений можно было это сразу сказать, не считая. То есть какие симметрии вот этих выражений вам обеспечивают зануление произведения этой скобки на вот эту скобку. То есть мы получили, что вот это есть ноль. Это есть ноль. Ноль. Окей. Значит, у нас с вами все готово, чтобы выписать квадрат матричного элемента. Давайте выпишем квадрат матричного элемента, поговорим о кинематике, и на этом мы сегодня, наверное, закончим. Еще минут 10 я вас займу. Восьмерку выносим, она у нас с двойкой сокращается, будет четверка, да? Угу. А здесь остается сумма трех слагаемых, правильно? Да. Вот такого и циклические перестановки. Вот так вот. Угу. Да. Отлично. Угу. Вот такой квадрат матричного элемента у нас получился. Угу. Спасибо, Женя. Давайте немножко я поговорю. Сейчас про кинематику с вами поговорим, и на этом, на сегодня остановимся. То есть вот мы нашли с вами просуммированный по поляризациям конечных фотонов и усредненный по поляризациям электрона и позитрона квадрат матричного элемента, да? В дальнейшем нам нужно что с вами делать? Нужно его интегрировать. Интегрировать. То есть мы считаем D-сигма, да? Сечение. Это есть что такое? Это есть матричный элемент, должным образом просуммированный и усредненный, да? Поделить на 4i и инвариант Меллера и умножить на инвариантный фазовый объем. Вариантный фазовый объем это есть что такое? Это есть 2π в четвертой дельта-функция четырехмерная умножить на релятивистский инвариантный фазовый объем трехконечных фотонов. То есть D3K1 на 2π в кубе в кубе 2 омега 1 D3K2 на 2π в кубе 2 омега 2 D3K3 на 2π в кубе 2 омега 3 Вот такая вот история, да, получилась? Квадрат матричного элемента мы нашли. Остался трехчастичный фазовый объем. Давайте напишем кинематику, какая у нас с вами есть. Мы помним, что у нас нерелятивизм, поэтому P+, можно записать, что это есть то же самое, что P- и это есть M на 0, правильно? M на 0 в нерелятивистском приближении у нас электроны и позитроны только нулевой компонент четырех вектора и их импульс имеет, да? Поэтому вот эта дельта-функция, как она перепишется? Это есть одномерная дельта-функция закона сохранения энергии, то есть 2M минус омега 1 минус омега 2 минус омега 3 умножить на трехмерную дельта-функцию трехмерную K1 плюс K2 плюс K3 В сумме дают 0 Дальше мы с вами будем это сечение дифференциально интегрировать Мы хотим полное же сечение найти При интегрировании сечений мы должны с вами не забыть, что у нас есть три тождественных фотона в конечном состоянии, правильно? Поэтому, когда я пишу интегральное сечение я должен сюда учесть еще фактор тождественности то есть не забыть написать единицу на 3 факториала единица на 3 факториала Это один момент Другой момент Вот наш матричный элемент, обратите внимание он симметричен по замене наших фотонов то есть из вот этого слагаемого мы можем получить второе и третье слагаемое то есть по всем фотонам матричный элемент симметричен очевидно, так и должно быть это статистика базе у нас Что я хочу сказать? Я хочу сказать, что когда вы считаете интеграл от квадрата матричного элемента у вас вклад от каждого из трех слагаемых будет один и тот же, правильно? С этим согласны? Просто из соображения симметрии потому что 1, 2, 3 ничем не хуже, чем 1, 3 и ничем не хуже, чем 1, 2 Поэтому, подставляя квадрат матричного элемента вот сюда я могу заменить его вот я здесь не пишу равенство а пишу именно такую стрелку то, что я его заменил на утроенное значение 4π α в кубе поделить на m в квадрате утроенное значение первого слагаемого то есть 1, минус n2, n3 все или даже для красоты какого возьму первого и второго 1, 2 в квадрате вот это оставил остальные все учел тем, что поставил тройку то есть такую замену я могу делать в интеграле под моим интегралом я могу такую замену сделать отлично ну давайте до какого-нибудь вида сейчас приведем этот интеграл и на этом сегодня остановимся у нас есть кинематическая связь которая мне говорит, что частота омега-3 да, из вот этой дельта-функции это есть 2m минус омега-1 минус омега-2 да с другой стороны у меня k3 вектор это есть со знаком минус k1 и k2 верно? возвожу в квадрате получаю, что частота третья в квадрате это есть частота первая в квадрате плюс вторая частота в квадрате плюс удвоенное произведение омега-1 на омега-2 и на косинус тета-1,2 вот у вас есть вектор k1 есть вектор k2 а есть угол тета-1,2 между ними тета-1,2 то есть частоту омега-3 я могу написать что-то такое омега-3 это есть корень квадратный да из омега-1 в квадрате плюс омега-2 в квадрате плюс 2 омега-1 омега-2 на косинус тета-1,2 вот давайте теперь на матричный элемент наш посмотрим на матричный элемент здесь стоит 1 минус n1 на n2 что это такое 1 минус n1 на n2 чему это равно 1 минус косинус тета-1,2 правильно и косинус тета-1,2 я вот отсюда отсюда выражу вот отсюда его выражу что это есть такое это есть 1 минус косинус тета-1,2 это есть омега-3 в квадрате да омега-3 в квадрате минус омега-1 в квадрате минус омега-2 в квадрате поделить на 2 омега-1,1 омега-2 вот так верно вот теперь подставляю у меня омега-3 это есть 2m минус омега-1 минус омега-2 это знаменатель 2 омега-1 омега-2 а здесь будет что здесь будет стоять здесь будет стоять смотрите если я теперь к общему знаменателю приведу здесь возникнет омега-1 плюс омега-2 в квадрате правильно минус омега-3 в квадрате согласны? а омега-3 это есть что такое 2m минус омега-1 минус омега-2 2m минус омега-1 минус омега-2 все в квадрате это было омега-3 разность квадратов пишу то есть я все что я делаю я все выращаю через омега-1 и омега-2 как независимую переменную вот у меня будет 3 независимых переменных пока до интегрирования омега-1 омега-2 и косинус тета-1-2 по К3 я сейчас проинтегрирую точнее на следующем семинаре проинтегрирую что здесь получится значит сумма дает мне 2m да а разность мне дает 2 омега-1 плюс омега-2 минус массу правильно умножить на двоечку не ошибся на 2 омега-1 омега-2 то есть в результате я получаю 2 m омега-1 плюс омега-2 минус масса поделить на омега-1 омега-2 то есть вот так вот выглядит то что у меня стоит в матричном элементе да ну теперь нам нужно это выражение проинтегрировать по к3 потом проинтегрировав по к3 мы снимаем эту дельта-функцию потом проинтегрировать по косинусу тетта 1 2 и по омега-1 и омега-2 ну а давайте подробнее как мы будем вот этот трехчастичный фазовый объем интегрировать мы на следующем семинаре поговорим потому что уже совсем времени не осталось и скомкать этот момент я не хочу но сегодня давайте закончим я niveляю не знаю я я вы избежал и если вы не вы